Привет всем! В этом видео мы рассмотрим тестер исполнительных механизмов QDB 2A и узнаем, для чего же нужен этот прибор, что им можно проверять. Посмотрим на интерфейс управления этим прибором, а также на формы сигналов, которые он выдает. А также посмотрим на защиту прибора от переполюсовки и короткого замыкания. А чтобы информация была не сухой, мы добавим немного воды. Это поможет нам лучше понять, для кого нужен этот прибор и в каких случаях он необходим. Больше всего этот прибор необходим работникам автосервиса, а точнее диагностам электрикам, в задачу которых входит определить неисправность в электрооборудовании автомобиля. В одном из прошлых видео мы подробно рассмотрели эту профессию и увидели сходство этой профессии с поиском иглы в стоге сена. И чтобы упростить этот поиск, существует огромное количество различного оборудования, которое использует диагност электрик. Конечно, самым главным оружием является диагностический автомобильный сканер, который задает направление поиска неисправности. Но чаще всего знать одно лишь направление недостаточно, и вот тут на помощь приходят различные приборы. И сегодня поговорим мы об одном из них, а именно о тестере исполнительных механизмов QDB 2A, который предназначен для проверки исполнительных механизмов системы управления двигателем. Внесем немного ясности. Есть два очень похожих прибора, которые очень часто путают. Первый из них это MN-B2, имитатор сигнала датчиков, задача которого входит имитация датчиков системы управления двигателем. Я уже делал подробный обзор этого прибора, и вы можете посмотреть его на канале. Ну а второй это наш рассматриваемый сейчас прибор QDB 2A, тестер исполнительных механизмов. Эти два прибора очень хорошо работают в паре. То есть первым прибором мы имитируем сигнал от датчиков, а вторым прибором мы проверяем исполнительные механизмы системы управления двигателем. Тестером исполнительных механизмов легко проверять такие элементы, как катушки зажигания, модули зажигания, шаговые электродвигатели комбинации приборов, различные электронные клапана, дроссельные заслонки, регуляторы холостого хода, бензиновые и дизельные форсунки, а также многое и другое. Здесь я не старался перечислить все элементы, которые может проверить этот прибор. Вы сами видите огромный функционал этого прибора. Он охватывает практически все исполнительные механизмы системы управления двигателем. В комплект входит сам прибор, провод для проверки питания, провод для проверки регуляторов холостого хода, различные соединительные провода, а также дополнительные соединительные элементы. Сбоку прибора есть два разъема. Первый разъем это питание от 12 до 24 вольт постоянного тока. Ко второму разъему мы подключаем соединительные провода для проверки регулятора холостого хода и управляем клавишами вверх-вниз, перемещая регулятор вперед и назад. Ну а этот индикатор показывает подключение обмоток регулятора холостого хода. Теперь давайте рассмотрим основные элементы и выводы тестера QDB2A. Под номером 1 вывод общей массы. Напряжение на выводе 2 относительно массы 1 будет соответствовать напряжению питания этого прибора. Сейчас мы только перечислим все основные элементы и выводы этого прибора, а далее в видео мы подробно остановимся на каждом из них. Третий вывод это регулируемые напряжения. Под номером 4 это окно индикации напряжения. Ну а переменным резистором под номером 5 мы и осуществляем регулировку напряжения выхода 3. И немного забегая вперед, Этим же резистором мы регулируем амплитуду сигнала с выхода датчика холла под номером 7. Под номером 6 расположен основной силовой выход, который мы будем использовать для проверок катушек зажигания, форсунок, различных электромагнитных клапанов. Для большинства проверок, выполняемых этим прибором, мы будем использовать именно этот выход. Как мы посмотрим дальше, у сигнала с выхода 6 регулируется как частота, так и коэффициент заполнения. Так что это наш самый главный выход для проверок различных исполнительных механизмов системы управления двигателем. Слаботочный выход под номером 7 имитирует сигнал датчика холла. Этот сигнал необходим для проверок, например, шаговых двигателей комбинации приборов, а также для различных элементов, которым для работы необходим сигнал датчика холла. Если у силового сигнала под номером 6 мы можем изменять частоту и коэффициент заполнения, то у сигнала под номером 7, помимо частоты и коэффициента заполнения, мы можем регулировать и амплитуду сигнала с помощью переменного резистора под номером 5. Далее в этом видео мы воспользуемся осциллографом и посмотрим на формы сигналов с различных выводов. Ну а сейчас продолжим знакомство с прибором. Под номером 8 располагается окно индикации частоты и коэффициента заполнения, выводов 6 и 7. Две клавиши слева под номером 9 со стрелками вверх и вниз служат для увеличения и уменьшения частоты выводов 6 и 7. Следующие две клавиши под номером 10 служат для увеличения или уменьшения коэффициента заполнения, выводов 6 и 7. Сейчас мы кратко рассмотрели интерфейс тестера исполнительных механизмов. А теперь посмотрим, как на практике происходит управление прибором, а также напряжение и форма сигналов на его выходах. Ну а в конце видео мы проверим его защиту от переполюсовки и короткого замыкания. Еще раз напомним, что напряжение на выходе 2 относительно массы будет равна напряжению источника питания. Будьте осторожны, это напряжение регулируется только источником питания, то есть в нашем случае аккумуляторной батареи. То есть если напряжение источника питания равно 24 вольтам, то и напряжение между контактами А1 и А2 будет равно 24 вольта. Естественно, с небольшим отклонением, так как прибор не является измерительным. А вот напряжение между выводами 3 и А1 можно регулировать с помощью переменного резистора 5. И именно его отображает окно индикации 4. Это напряжение не зависит от источника питания. И мы сами можем его менять в диапазоне от 1 до 13 вольт с небольшим отклонением. Теперь давайте соберем схему и посмотрим на практике то, о чем мы говорили. Включаем лабораторный блок и подключаем тестер к прибору. Рабочее напряжение тестера исполнительных механизмов от 12 до 24 вольт. То есть это то напряжение, в рамках которого прибор работает корректно. Мы видим, что тестер отображает неизменяемое напряжение, то есть то напряжение, которое выдает блок питания. Так как тестер исполнительных механизмов не является измерительным прибором, то будут небольшие отклонения. Сейчас хорошо видно, как при изменении напряжения питания прибора изменяется напряжение между выводами 1 и 2. Естественно, с небольшим отклонением. Теперь давайте посмотрим на изменяемое напряжение между выводами 1 и 3. Мы меняем напряжение источника питания, но напряжение на регулируемом выводе остается постоянным, до тех пор, пока мы сами его не изменим. Если нам нужно изменить напряжение, то мы вращаем переменный резистор, тем самым меняя напряжение от 1 до 13 вольт. Мы сами меняем напряжение в заданном диапазоне, и оно не зависит от напряжения источника питания. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь давайте вместо мультиметра подключим лампу на 5 ватт, и посмотрим, как изменяется ее яркость. Мы увеличиваем напряжение питания прибора, и видим, как напряжение между контактами 1 и 2 увеличивается. Это видно по яркости свечения лампы. Соответственно, уменьшая напряжение питания, мы видим, как лампа светит тускнее. А теперь давайте поменяем выводы и посмотрим, как мы самостоятельно сможем регулировать напряжение. Сейчас я выключу свет, чтобы лучше было видно свечение лампы. Субтитры создавал DimaTorzok Подведем небольшой итог. Напряжение с вывода 3 мы можем регулировать с помощью переменного резистора, и оно отображается в окне индикации. А вот напряжение с вывода 2 равно напряжению источника питания, и оно нигде не отображается. Так что будьте с ним осторожны, и помните, что для проверки 12-вольтового оборудования через вывод номер 2 нужно подключить прибор к 12-вольтовому источнику питания. В противном случае можно испортить проверяемое оборудование. Теперь посмотрим на форму сигнала с выводов 6,7, которая представляет собой широтно-импульсную модуляцию, то есть шим-сигнал. Конечно, основным выводом для проверки исполнительных механизмов является вывод под номером 6. У сигнала, который мы подаем через вывод 6, мы можем менять частоту, а также коэффициент заполнения. Все изменения отображаются в окне индикации. А вот у слаботочного сигнала под номером 7, помимо частоты и коэффициента заполнения, мы можем менять еще и амплитуду с помощью переменного резистора. Теперь давайте подключим осциллограф и посмотрим на форму сигнала с выводов 6,7. Здесь мы используем двухканальный осциллограф. Вообще говоря, в автомобильной диагностике одноканальным осциллографом делать в принципе нечего, так как очень часто приходится сравнивать, накладывать и смотреть зависимости одного сигнала от другого. Конечно, в идеале использовать мотор-тестер, но для выездной диагностики или для экспресс-диагностики отлично подходит такой портативный осциллограф. Теперь давайте подключим осциллограф и посмотрим на форму сигнала. Первый канал осциллографа подключим к выводу 7. Это вывод датчика холла. Сейчас мы видим прямоугольный сигнал. Помимо регулировки частоты сигнала и коэффициента заполнения, у выхода номер 7 мы можем еще регулировать амплитуду сигнала. С помощью кнопок управления мы регулируем частоту и видим значение на дисплее. А следующие две кнопки служат для регулировки коэффициента заполнения. Прибор может выдавать частоту в диапазоне от 1 Гц до 100 кГц. Сейчас хорошо видно, как изменяется амплитуда сигнала. Теперь давайте подключим второй канал и посмотрим на сигналы сразу же с двух каналов. Очень удобные щупы осциллографа позволяют с легкостью приконнектиться к электропроводке. Итак, на экране осциллографа мы видим сразу же два сигнала. Обратите внимание, что меняя частоту, мы меняем ее сразу же на двух выводах. То же самое происходит и с коэффициентом заполнения. То есть мы не можем поменять частоту или коэффициент заполнения только на одном выводе. Итак, напомним, верхний фиолетовый сигнал подключен к выводу 6, а нижний сигнал, зеленый, подключен к выводу 7. Обратите внимание, что изменять амплитуду сигнала мы только можем у выхода 7, то есть у выхода датчика холла. При этом амплитуда основного силового выхода 6 остается неизменной. Напомним, что основной вывод для проверки исполнительных механизмов – это вывод 6. Как заявляет производитель, максимальная сила тока на этом выводе – до 3,5 А. В предыдущих видео мы смотрели, как с помощью этого тестера исполнительных механизмов проверять регуляторы холостого хода, топливные форсунки, дроссельную заслонку, а также клапан фазовращателя. Ну а теперь давайте посмотрим на защиту прибора и немного поэкспериментируем. Изготовитель утверждает, что прибор защищен от переполюсовки и от короткого замыкания. Теперь давайте посмотрим, так ли это. Пробуем обыкновенной перемычкой замкнуть различные выводы и посмотреть, как реагирует на этот прибор. Только что мы видели, как при перемыкании прибор уходил в защиту. Давайте посмотрим на это снова. Здесь я пробую разные варианты. Перемыкаем клемму массы с постоянным плюсом. И видим, как прибор уходит в защиту, после чего сразу же начинает работать. Теперь, после наших экспериментов, давайте проверим работоспособность прибора. Конечно, от удара об стену его ничего не защитит, но, как говорится... Ну а так, защита у него неплохая, видите сами. Теперь еще раз подключаем осциллограф и видим, что прибор полностью исправен. Небольшой итог в двух словах. Прибор отличный, удобный, компактный, простой в использовании. С хорошим функционалом и, что немаловажно, недорогой. Ну а на этом я заканчиваю обзор этого прибора. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо за внимание.